И снова здрасте, вы на Робинзон ТВ, меня зовут Руслан Иванов. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, фотохудожник Владимир Оглоблин. Здравствуйте. Добрый день, Владимир Анатольевич. Добрый день. Поводом пригласить Владимира Анатольевича к нам в студию стала уникальная в своем роде выставка. Уникальна она тем, что на ней будут представлены работы не одного, а сразу десяти, насколько я знаю. Одиннадцати. В среде фотохудожников, известнейших харьковских фотохудожников, только ли харьковских? Да, это все фотографы, которые живут, работают, и, в общем, вся жизнь у них в городе. Расскажите, пожалуйста, об этой выставке, как она будет называться? Ну, достаточно уже много времени, как-то, знаете, как в воздухе уже витала идея, все-таки показать какую-то фотографию, которая вот духовно могла бы объединять многих фотографов. Они же все-таки разобщены по направлениям, жанрам. И появился такой проект «Ты нужен природе». Стало очевидно, что люди все-таки ухитряются ее уничтожать, проникая в различные сферы, добывая ли там газ или уничтожая леса. В общем, так или иначе природа наша гибнет. И эта данность, она гибнет и здесь, и в России, это я замечаю. И вот инициативная такая группа, ребята решили, ну, давайте покажем ту природу, которая еще есть, которую мы можем видеть, которой можем наслаждаться. И так появилась идея выставки, которую сначала условно назвали «Заповедник души». Ну, и получилось, что это название мы сохранили. И вот как раз 19-го числа попытаемся открыть эту выставку в Харьковском художественном музее. Открытие в 5 часов. Я приглашаю всех гостей города, всех харьковчан. Здесь будут действительно замечательные фотографы, достаточно известные и в Харькове, и за пределами. Да, вот кто именно будет принимать участие в выставке? Ну, например, я думаю, что это одиозная фигура. Это самый, пожалуй, титулованный человек в Харькове, ну, в жанре фотографии Александр Супрон. Он покажет, да, несколько своих работ. И это уникальная все-таки техника коллажа, которой он занимается уже более 30 лет. Вот мы увидим новые варианты его работ как раз на тему пейзаж. И я думаю, что это интересно. Он чаще и больше известен как-то за рубежом. Он участвует в самых престижных выставках где угодно. Это и Лондон, и Брюссель, и Токио, все. А вот в Харькове мы его увидим реже. Ну, кроме... Так, кроме него. Кроме него это Юрий Артюх. У него очень хорошая фотография животных. Мы увидим даже животных, которые водятся здесь в окрестностях. Ну, то, что, наверное, не каждому дано. Кроме этого, один из молодых Сергей Степаненко. Это Самойленко Алексей, который, ну, в общем, один из инициаторов этой выставки. Душа которого, в общем-то, и заповедная. И, в общем-то, одна из идей его. Ну, и известный сейчас я хочу напомнить. Будет один из известнейших фотографов, который снимает очень много лет под водой. Сергей Глушенко. Мы тоже увидим фотографию подводного мира, флора, фауны. Скажите, фотографии этих художников. Где именно происходили съемки? Здесь, вы знаете, мы решили не ограничиваться. Где вы находили эту нетронутую природу? Ну, пытались находить ее как в Харьковской области, хотя это гораздо сложнее. А так будет природа всего земного шара. У Глушенко это вообще мировой океан, где угодно. У меня будет Алтай и немножко Якутии. Это будет Крым, это будет Центральная Россия, будет Карелия. Ну, практически все. Вот там, где еще можно что-то, что-то показать. Хотя с каждым годом мы теряем, теряем, теряем. Скажите, а нельзя ли будет приобрести какие-то, может быть, копии этих фотографий? Я думаю, что можно, и, по крайней мере, мы на выставке попытаемся говорить либо о продаже, либо через какой-то салон. Но, наверное, можно будет, потому что все-таки фотографии хороши, и более того, они достаточно большого формата. Я думаю, что все могут получить... Потому что иной раз приятнее повесить у себя дома какую-нибудь красивую фотографию, чем плохую репродукцию картины или вообще плохую картину. Ну, это связано с тем, что у нас очень долгие годы вообще не было фотографий как искусство. Я даже знаю постановление Станаркома в 1927 году запретить вообще фотографию как вид творчества. И только исключительно репортажная съемка, все достижения страны Советов, ни о какой свободной фотографии, творческой и так далее, не могло быть и речи. То есть это вот мы потеряли лет, наверное, 60, не меньше. И когда начало возрождаться искусство фотографии? Я думаю, что это где-то начало 80-х, может быть, середина 80-х. Это уже начало проявляться. Появились фотографы в Харькове. Город очень благодатный. И вообще я могу сказать, что Харьков до революции еще был уникальным городом, где было такое сосредоточение фотографов мирового класса. Это Иваницкий, Федецкий, Овчинников. Ну, в общем, это все как бы корни. Простите, они работали только в своих художественных фотосалонах и снимали только архитектуру? Нет, нет. Или тогда уже фотография выходила за рамки фотосалона? Ну, конечно, в основном это салонные фотографы. Но известна работа Иваницкого за пределом Харькова. Он снимал в Белгороде, он снимал железную дорогу и прославился он. Его звездный час как раз и наступил на съемках крушения императорского поезда под Харьковом. Это известная история. Да, известно. Но я больше никогда нигде в истории не слышал, чтобы за серию фотографий фотограф получил, во-первых, земельный надел под Харьковом в районе Коробовых-Хотаров в Змеевском уезде. А во-вторых, он получил благодарность от императора. Ну и подарки, соответственно. Скажите, ваша фотографическая деятельность приносила какие-нибудь такие материальные плоды? Земной надел, может быть, какие-то награды, премии? Ну да, поскольку участвуешь в выставках, выставок было много различных. Они были как и в стране, за пределами. Ну это такое, это медали, призы. Но последние несколько лет я снимаю целые темы. Я сотрудничаю с московским достаточно сильным издательством, которое заказывает тему. Это уже очень сложная такая затея, она дорогостоящая. Ну, например, Чукотка. Это оплачивал как-то Абрамович. Но я не случайно привез сюда сувенир. Да, вы принесли столько интересных вещей, мы сейчас все это... Да, вот я могу сказать, что это... Это обыкновенный булыжник, казалось бы. Это галька, но это самый был краешек огромного континента. Чукотка, мы с Дежнева. Мы с Дежнева. 5 октября 2002 год. 2002 год. Но вот огромный континент Евразии стал вот на этот камень меньше. Я его привез в Харьков. Это действительно самый был край уже огромного континента. И это я привез. Ну, а так вообще результатом этих поездок становятся вот такие альбомы. Это заказной альбом. Это результат, ну, практически... Вы могли бы развернуть показатель на камеру? Да, полугодовой экспедиции. Это люди, жизнь... Практически 3200 километров движение по реке Лене. Потрясающе. Да. Это 4 месяца лета-осень и плюс 2 недели зима с прошлого года. Это делалось для правительства Якутии. Какими видами транспорта вы передвигались? Там было все, кроме подводной лодки. Там были корабли, были лодки, были... Олени, лошади, собаки. Вертолеты, лошади, пешком. Ну, собак там нет. Это севернее. На собаках я путешествовал, но это по Чукотке. А там вот, ну, все, кроме, пожалуй, подводной лодки. Да, ну, и олени с севернее. Я видел ваши фотографии Якутии. Это потрясающе красиво. А в каких еще землях, вот кроме Якутии, были бы? Ну, были удачные съемки. Это Чукотка. Причем как раз северо-восточное побережье. Это мыс Дежнева, Берингов пролив. Это уникальные места. Ну, в ясный день Аляску можно видеть. Разница там 80 километров заметна. И вот все это побережье. Оно действительно фантастической красоты. Это залив Лаврентия, бухта Провидение, Гвикинот. Вот все, все это очень интересно. Потом Колыма. Вот Колыма вышел альбом, который я снимал. Специально это альбом с названием «Там, где рождается день». И город Магадан. Вот я снимал один сезон исключительно город Магадан и ближайшие окрестности. А вот три года назад это съемки так называемого Ольского района. Это все побережье Охотского моря, Колымское. И красота, конечно, неземная. Во всяком случае, Кикурный залив. Ничего такого я не видел. Это такие красивые скалы, торчащие из океана. И просто бухты, нехоженые, медведей огромное количество. У нас медведь прямо в первую же ночь изорвал нашу лодку. Чужая американская лодка дали нам на неделю. И в первую же ночь мы ее потеряли. Ну, лень было затащить к палаткам. Кроме этого, была большая съемка Якутия. Вот я уже показывал река Лена. Кроме Лены, это хребет Черского. Очень хороший, интересный верхоянский хребет. Это удивительная красота. Горные озера и река Индигирка. Ну, а так, съемки были пустыня Каракума несколько раз. Это Тиншань, Таймыр, Плата Патарана. Равного, наверное, в России трудно найти и в мире. И-то таких мест не так много. Это около 10 тысяч водопадов. Самые высокие в России. 100 метров, 108. Ну, в общем, место тоже малодоступно. Что из увиденного впечатлило вас больше всего? Ой, вы знаете, так много мест. Даже, казалось бы, Арктика. Еще была съемка на земле Франца и Иосифа. И уж там какой-то монохромный, кажется, на первый взгляд, ландшафт. Красок мало. Но вот все-таки это как магнит тянет, хочется туда. Там есть своя красота. Она не такая броская, как в других местах. Ну, кроме этого, конечно, Карелия несколько раз. Конечно, Центральная Россия – это Тверская область. Я готовлю свой авторский альбом. Я принес. Уже практически макет готов. И я предлагаю всем харьковчанам, ну, начинает проявляться интерес к этому изданию. Здесь 320 страниц. Причем, кроме иллюстраций, здесь мои путевые и непутевые заметки, дневники, в которых я описываю все свои приключения. А их столько уже скопилось. Можно писать романы. Хорошо, когда гость приходит чем-то интересным. Вот вы принесли настоящие, как вы сказали, отыгиватели медведей. Ну, у меня несколько было историй, связанных. Ну, они сейчас уже воспринимаются с юмором. Но была история, когда медведь загнал меня и охотника на дерево. Ну, собственно, мы сами туда забрались без медвежьей помощи, но слезть мы оттуда не могли часа-полтора. Не успели даже карабин прихватить. И вот охотник профессионально говорит, первый раз в жизни. Ну, вот состояние паралича. Вот хватило силы. Полтора часа на дереве. Полтора часа, да. Ну, и иногда бывают карабины, иногда оружие. Это безусловно. Все-таки ты не застрахован. И потом это хищник. Поведение его всегда непредсказуемо. Вот. Ну, бог миловал. Но у меня один опытный охотник, который, правда, с карабином, говорит, есть хорошее эффективное средство. Это вот такой... У вас в руках обыкновенные свисты. Да. И медведи пугаются. Но они не то чтобы пугаются. Ты, если внезапно не выходишь на медведя, ну, по крайней мере, есть шанс и ему подумать, и тебе. Да. И здесь можно разойтись. Если ты внезапно выходишь или как-то неожиданно, медведь может, конечно, агрессивно среагировать. И такое тоже было. Поэтому вот здесь нужно быть осторожней. Ну, и есть много печальных историй. Я их знаю. И даже известный этот японский фотограф, которого медведь разорвал на Камчатке. Это вот скорее пренебрежение опасности. Вот ходил всегда, они обходили, они уходили стороной. Но вот случилась, да, трагедия. Поэтому иногда я вот иду, делаю. Охотникам, конечно, это не нравится. И особенно браконьерам, с которыми приходится иногда бродить. Но другого нет пути. А противоположные ситуации не возникали? Скажем, таежные медведи уже настолько цивилизованы, что они не пугаются звука свистков, а наоборот выходят на них. О, пришли к нам ребята со свистками. Пойдем полакомимся. Понятно. Но это те, которых прикамливают уже или где-то на метеостанциях, или геологи. Я несколько сезонов снимал на золотых приисках. Вот их прикормят, особенно малышей. То есть они почти ручными становятся? Да, но в этом и кроется опасность. Вот такие ручные однажды на земле Франца Иосифа как раз и разрывали человека. Он прикамливал молодняк, прикамливал, да, а потом как-то прогнал. Ну, вот что-то не устроило. И вот этот заполнил. Он пришел и все-таки достал его. Они хорошо, у них память видна неплохая. Потрясающе. Да, и он, так более того, он из группы, из трех человек выдернул именно этого. Да. И он успел его разорвать. Ну, пока там бегали за карабином, пока то да сё. Но, в общем, человек погиб. И вот вспомнили, что он как раз отогнал этого. Именно он отогнал. Ну, так-то они приходят, конечно, стараешься их отогнать, всё. Но бывают ситуации, мне это не нравится. Вообще любая охота, убийство, это, конечно, как-то противоречит моему, скорее, духу. И я стараюсь всячески отогнать этих животных. Вот в Якутию мы забирались, горные озера. Ну, понятно, что они стреляют, это их, ну, если на корм, понятно. А если просто так стреляют? Вот стреляют, всё, что движется, шевелится, это печально. И вот мне жаль было. Сами якуты? Ну, да, либо якуты, либо там не якуты. Но вот стреляют. И если они охотятся, по лицензии это понятно. Ну, чаще это бывает или часто бывает без всякой лицензии. Скажите, вот это что такое? А, это уникальный, да. Это я купил в Тарханах на родине Лермонтова. Я так поразился. Это, я думаю, один из самых первых на земном шаре музыкальных инструментов. Или, по крайней мере, на Руси. Из бересты, витязь. Я так и предполагал, такой гуддог, да? Вот такая простая штука. А уток им нельзя как-то приманивать? Говорят, что да, могут использовать и для уток. Но я думаю, что местный народ, который ходил по лесам, вот для общения, все-таки мобильных телефонов не было, интернета. Это лучше, чем мобильные телефоны. Да, и вот человек с такой штукой, по крайней мере, в тайге, в лесу могли находить друг друга. Ну, и, наконец, вот это совсем непонятно. Да, ну, это Чукотка. Так. И поскольку я снимал в районе залива Лаврентия и у Элена, я выяснил, что эскимосы собираются на охоту, охотятся на китов. И я там три дня пробивал к ним, ну, в общем, себя, и в итоге таки договорился. И отправились мы на эту охоту, и это китовый уз, фрагмент, вернее, я не мог его привезти, он огромный. Вот, этот трофей якутский, то есть, чукотский. Можно крупно показать китовый уз. Да, и вот эскимосы как раз охотились на большого серого кита. У них по лицензии тоже охота, они могут в год убить 105 китов. Эту лицензию дает теперь Лондон, и я думаю, что они соблюдают эти нормы. Ну, это то, что они едят, и поэтому это как-то оправданно. У нас в гостях известный харьковский фотограф Владимир Оглоблин. И если есть сейчас возможность показать... Снимки, к сожалению, нет, жаль. Скажите, Владимир Анатольевич, ваши любимые объекты и темы фотографий, что это? Ну, так уж сложилось по жизни. Конечно, я снимаю преимущественно природу, пейзаж. Это и интерес уже мой личный, и как бы духовная потребность в этом есть. Вот как-то, видимо, это моя данность пытаться... А с людьми вы не работаете? С людьми, да. С женщинами? Если есть, да. Но студийная сейчас нет съемки, но жанровая в городе, или то, что мы называем стрит-фотографией, это существует. Так я снимал Якутск, так я снимал город Тверь, Ярославль снимал, Москва. Ну, в общем, это существует. Но это как часть, это не студийная съемка. Когда-то я снимал, есть такая серия фотографий, изредка происходит, но чаще это для друзей и приятелей. Все-таки это другая фотография, и она требует, в общем, какого-то одного места. А я уже не могу. Я такой бродячий, наверное, как хиппи. Вот все, время наступает, надо куда-то ехать, надо лететь, бежать. Вы когда в фотографической экспедиции, вы наверняка обрастаете бородой? Да, конечно. Ну, во-первых, с ней удобнее. У нее есть еще такое утилитарное назначение. С ней теплее, наверное. Ну, во-первых, зимой теплее. У меня есть фотографии, где оно все замерзшее, как у Деда Мороза. Но летом тоже помогает, хотя с ней и жарко, но они предохраняют от мошки и комаров. А эта проблема очень серьезная. Особенно в тайге. Это в тайге просто катастрофа. Если у тебя нет никаких там средств защиты, это просто до умопомрачения. Их миллиарды, их миллионы. И поэтому, ну, защита. Вы помните свои самые экстремальные съемки? Ну, конечно, да, их сложно. Но есть съемки экстремальные, буквально съемки, а есть результат съемок или последствия. Ну, например, тяжелые последствия для меня едва не закончились, в общем, летальным исходом. Это автокатастрофа в Узбекистане, когда я в составе международной экспедиции с американцами, поляками, французами был в Фанских горах. И вот, уже возвращаясь обратно в Ташкент на самолет, ночью заснул у нас водитель, и вся наша команда улетела 70 метров. Да. И вот потом началась для меня другая жизнь. Я, конечно, летел в этом черном тоннеле, я там, калейдоскоп, ну, все как по морю. Все это было? Все это было, да. И это было, вот, буквально. Но вылетел я таки в свет. Я видел свое тело, я его буквально видел с огромным ускорением. Ну, а потом началось три дня поселок Енгиюль под Ташкентом, ну, это такое бессознательное состояние. Потом месяц реанимации Ташкент, потом Москва, ну, а потом уже в Харькове. И практически год вот я приходил в себя. Ну, а во время съемок... Простите, ваше отношение к жизни наверняка изменилось после этого? Да, вот именно там, и это, наверное, впервые, когда я попросил... Я человек был такого атеистического как бы склада, все-таки университет, исторический факультет. Мы изучали научный атеизм, честно говоря, не зная религии. Это полный абсурд. Но именно в машине, когда я первый раз пришел в сознание, я понял, что случилась какая-то трагедия со всеми. Я еще не знал, что там с остальными людьми. Но я попросил у Господа сохранить мне жизнь, но я буду, ну, условно, работать тогда для людей. Я буду снимать никаких меркантильных интересов, ничего. Вот если сохранит жизнь, тогда я попытаюсь снимать, и, наверное, то, что Господь ей подарит. Я имею в виду вот эти самые откровения в виде природы или природных каких-то явлений. Ну, может быть, так и получилось. То есть я долго из этого состояния выбирался, но и первая моя поездка после этого, менее чем через год, на землю Франца Иосифа, уже... Она была невероятно тяжелой и физически тяжелой, и психологически было непросто там. Ну, во-первых, тотальный холод, ты не можешь к нему приспособиться. Все ломается. Было три фотоаппарата, остался один, и то на одной механической выдержке. Вот. Была ситуация, когда мы все чуть не погибли. Это с известным полярным путешественником Владимиром Чуковым. Причем по моей инициативе я предложил поснимать айсберги в каком-то заливе. И он почти согласился, а потом мы не успеваем на радиосвязь. Он говорит, ну, давай, может быть, завтра туда или утром подойдем. И вот только он это произнес, началось огромное падение льдин, то есть начали формироваться айсберги. Они срываются, это сотни тысяч или миллионы тонн льда, и они уже крушат все под собой. Так вот, мы были в полутора километрах от этого места, и под нами прошла огромная волна, и начал рассыпаться лед. И вот удалось только, ну, буквально выбраться бегом из этого места. Еще мы, наверное, километр бежали со всем снаряжением. То есть вот проговорили, и вот те сразу. Ну, а так, таких было достаточно много. Были случаи, когда я терялся в тайге. Вот совершенно, причем мог в тайге в Якутии потеряться, а мог потеряться в Тверской области. Как вас потом, и кто вас потом нашел? Да я находил себя сам, все-таки опыт появляется. Ну, конечно, я беру компас, сейчас уже есть GPS, но тогда этого не было. Ну, и какие-то навыки, которые приобретаешь, вот благодаря таким, они уже кажутся курьезными, эти истории. Но были, да, все-таки ночью в тайге, в лесу одному довольно некомфортно. Ну, там надо выжить, там надо как-то пользоваться, уметь костром, ставить какой-то заслон от ветра дождя. Ну, в общем, это опыт. У нас в гостях был знаменитый харьковский фотограф Владимир Оглоблин. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Да, и как раз хотел еще раз напомнить, пожалуйста, когда состоится выставка и где. Да, я приглашаю всех на открытие большой фотовыставки «Заповедник души». Это 19 апреля. Вот 19 апреля в 5 часов вечера открытие художественной музеи. «Заповедник души» всех приглашаю. Спасибо вам огромное, Владимир Анатольевич. Спасибо.